Продолжение следует... Все комбинации есть в тренировках, управление также показано на картинке с джойстиком. Поэтому, если вы хотите научиться играть, то просто начните проникать в нее глубже, а не ищите кнопку Fatality в Ютубе или на просторах интернета. К этим советам вы можете как прислушиваться, так и нет. Дело ваше. Также я не говорю, что я самый лучший игрок в стойке и все в этом духе. Когда-то эти советы мне дал игрок под ником Доминатор. По сути, вместе с ним мы и собрали этот топ советов. Доминатор, кстати, привет. Если вы думаете, что сейчас будет что-то бомбическое, что-то такое, чего никто другой не знает и не видел, то вы ошибаетесь. Сейчас вы услышите то, что на первый взгляд покажется банальным и простым. Но не каждый из вас выполняет хотя бы 3-4 пункта из этого топа. Я буду говорить коротко, как говорил когда-то Доминатор. Я думаю, если мне этого хватило, то и вам должно хватить. Первое и что самое важное для всех игроков, это следить за стаминой. Стамина это самое важное в этой игре. И практически все следующие пункты будут акцентированы на сохранение вашей стамины. Но я не говорю забыть о здоровье головы и корпуса. Нет, ни в коем случае. Просто уделять внимание стамине очень важный элемент этой игры. Второй пункт это четкость ваших действий. То есть никаких лишних ударов мимо. Многие игроки нервничают и начинают уносить комбинации, когда соперник еще не подошел. Или вовсе наносят комбинацию, после того, как соперник уже давным-давно отошел. Это очень сильно влияет на игру в поздних раундах, когда у вашего бойца практически не остается выносливости. А потом многие, кстати, могут спрашивать, почему у меня нету сил, а у соперника есть. Просто вы не замечаете своих действий, а на начальном этапе игры все так бьют. Поэтому искореняйте эту привычку и вы приятно удивитесь. Небольшой совет. Если вы прям горите научиться играть в эту игру, запишите свои бои и пересмотрите те, в которых вы проигрываете. И вы сразу увидите свои ошибки. Третий, и что самое важное, как по мне, это работа по этажам. Да, знаю, что слишком банально, но научитесь не забывать этот пункт. Он нужен на протяжении всего боя для запутывания вашего соперника. Отпускания блока головы и, конечно же, для финального этапа вашего боя. Это я про добивание, то есть когда соперник в состоянии игроки. Плюс ко всему этому, этот пункт играет большую роль для следующих пунктов. Четвертый пункт связан с тем, что у вас должна всегда стоять задача как можно меньше попадать в блок. Так как, грубо говоря, блок приравнивается к промаху. Научитесь бить так, чтобы большая часть ваших ударов попадала по сопернику. И тогда вы удивитесь, как будет сохраняться ваша стамина и как резко будет падать стамина соперника. Ведь при попадании не по блоку вы не только сохраняете свою выносливость, но и тратите здоровье и стамину вашего соперника. А вот для того, чтобы хорошо работать по этажам, вам необходимо изучать вашего соперника. Внимательно следите за его действиями, как в атакующем плане, так и в оборонительном. Это был пятый пункт. Шестой. Разбить оборонительный план вашего соперника помогут фейки. С выходом игры никто и подумать не мог, что на про уровне бойцы будут использовать этот аспект игры. Но, как мы видим, скилл растет и люди понимают, что это помогает. Самый популярный фейк это фейк джеба плюс прямой удар в корпус. Эта комбинация помогает разорвать дистанцию с соперником, плюс заставляет его зажать блок головы и пропустить неприятный удар по корпусу. Также, если ваш противник ударит в этот момент прямой или джеб, ну или там хук, то он может промахнуться, тем самым получить штраф стамины. Ни в коем случае не забывайте, что фейки помогают забрать атакующее мышление вашего соперника и заставляют переключиться его на ваши действия, что позволяет сбивать с толку, а со временем и вообще приводит к ошибкам вашего оппонента. К примеру, как я говорил во втором пункте. Седьмой. Работать по сопернику советую маленькими комбинациями. Из одного-двух ударов, ну максимум три. Удары должны быть не тяжелые, то есть не оверхенды, хайкики и так далее. А к примеру, джеб, кросс, хук. Для особо дотошных объясняю, что сейчас я говорю про частую работу по сопернику, а не про всю атаку в октагоне. Про мидлкики, хайкики мы еще поговорим. Да, легкие удары наносят не такой урон, как тяжелые, но они и тратят меньше выносливости, а соперник начинает потихоньку сыпаться. Также из плюсов работы легкими ударами это то, что труднее попасть на грубую ошибку и быть наказанным. Вот поэтому бои топов так и выглядят в первых раундах, что каждый бьет одиночными или двойными легкими комбинациями. И только когда нужно, они включают прессинг. И вот мы подошли к восьмому пункту. Прессинг в нужный момент. Что это означает? Означает это то, что вы обязаны понимать, когда соперник находится в тяжелом положении. Что его здоровье и выносливость находятся на восстановительном моменте игры. И какой-то серьезный отпор он дать не сможет. То есть ваша задача видеть такие моменты и пытаться сделать еще хуже вашему сопернику. Так как он пытается восстановиться. Но я не говорю сейчас чисто про состояние Гроги. Я говорю, что есть моменты, когда соперник находится в трудном положении по здоровью головы или корпуса. А вы этого не понимаете и работаете в спокойном темпе. Вот в такие моменты вы обязаны немного поддавливать и заставлять его ошибаться. Так как он находится в понимании того, что его голова разбита и каждая ошибка может стоить игры. А это сковывает его действия и дает простор вам. Девятый пункт звучит просто. Иметь геймплан. В трех словах, что это означает лично для меня. Вы не обязаны всегда держаться к геймплану. Но вы обязаны понимать, какие ваши действия, если соперник дает вам простор. Вы, к примеру, хотите затянуть соперника в поздние раунды из-за того, что у вас выносливее боец и вы будете бить ему чаще в корпус. И так далее. Если у вас нету плана, то зачем вы зашли в игру? Ведь бой это и есть встреча двух геймпланов. Кто-то играет первым номером и любит прижимать своего соперника. Кто-то играет на контратаках. Кто-то вообще барбоза и так далее. Если соперник оказывает отличный прессинг и заставляет ваш мозг думать только о его атаках, то здесь ваша обязанность подстроиться под него и попытаться сделать так, чтобы его план стал безуспешным. А потом, уже переломив ход действий соперника, забрать бой своими действиями, которыми вы чаще всего побеждаете. Наверное, многие думали, что я покажу, как подстраиваться под соперника или как лучше бить, чтобы побеждать. Да, в том-то и дело, пацаны, что каждый соперник имеет свою тактику. И ты обязан быть водой. Но и также не забывать, что нужно сделать, чтобы победить. Бля-ебать я философ. Да и тысячи роликов не хватило бы разобрать все моменты, которые возможны в этой игре. Десятый пункт. И он связан с единственным ударом, который мне когда-то посоветовал Доминатор. Это апперкот в корпус. Научитесь его бить. Привыкните бить его. И вы поймете, какое же это страшное оружие. Одиннадцатый связан с тем, что в этой игре, когда вам попадают в блок, то ваш удар будет вылетать быстрее. Ну, типа как контратака. Вам попали в блок, вы сразу нажимаете удар, и он вылетает быстрее. Это хорошо работает, когда вам наносят удары по корпусу, вы ставите блок и сразу нажимаете апперкот, и он вылетает быстрее. Двенадцатый пункт, и он будет последним. Не забывайте, что в этой игре, чем быстрее вы жмете на кнопки, тем быстрее будет воспроизводиться ваша комбинация. Но сейчас я говорю только про существующие комбинации бойца. Также, ребята, не забывайте то, что удары на месте быстрее наносятся, чем на ходу. Ну что, ребята, вот такой получился гайд, или это, наверное, даже не гайд, а просто советы. Если вам интересно разобрать некоторые моменты глубже, то пишите комментарии, что бы вы хотели увидеть. К примеру, там, топ-5 комбинаций в стойке, как правильно бить апперкот и так далее. Вот, ну, и напоследок добавлю, что в этой игре важно задрачивать. И еще раз, просто задрачивать, ребята, задрачивать. Чем больше времени вы уделяете этой игре, тем лучше вы играете. Как обычно, в конце своего ролика хочу пожелать вам и вашей семье крепкого здоровья. С вами был Антон, всем всего хорошего и до скорых встреч.